Уважаемые любители роликов о книжках, которые я пишу, складывается такая ситуация, что в конце первого месяца лета вышла книжка, которая называется «Личный мозг». Она является продолжением целой серии книжек, которые посвящены различным аспектам нашего головного мозга, его развитию, происхождению, устройству, индивидуальному особенностю и работе. Последовательность книжек, о которой меня часто спрашивают, как надо читать, с каких начинать, то лучше всего начинать вот с такой черненькой книжки, которая носит название «Нищета мозга». И она дает как раз базовое представление о том, как устроены наши мозги, в том числе рассказывает о том, чего они рассказывают ни в университетах, ни в медицинских институтах. Почему? Потому что масса знаний, которых я в своей книжке помещаю, они собраны индивидуально. То есть не так, как обычно у популяризатора науки или преподаватели в каких-то университетах. Ну, знаете, что преподавание университетское отстает от реальной науки лет на 25-30. Почему? Потому что они же с утра до ночи лекции читают, у меня когда они читают только обзоры. Зачастую очень отсталых в интеллектуальном отношении обозревателей, популяризаторов. Ну, и по этой причине там позитивная информация доходит очень медленно из научной среды. А в этих книжках находится та информация, которая реально циркулирует в современной науке. То есть на 30 лет моложе. Так что выбирайте сами. Начав с нищеты мозга, можно дальше продолжить. Для мальчиков и девочек разные подходы. Для мальчиков стоит почитать книжку «Церебральный сортинг». Многие мальчики интересуются процессом эволюции человечества. Ну, и почему возникают войны, что делит между собой правительство, по какому принципу совершенствуется человечество. Это им интересно и полезно знать. Потому что хотя бы не будете думать о каких-то революционах, о каких-то экономических закономерностях, смены царизма капитализмом или феодализма капитализма. Вот это все бредятины псевдокоммунистической, конечно, в нашей эволюции, в эволюции нашего мозга вообще нет. И обсуждать тут нечего. А для девочек есть другие две книжки. Вот в синеньких переплетах они вот здесь стоят, с самого краешку, два тонь, называется «Морфология сознания». Это о том, как не сделать из-за ребенка идиота. То есть он и так быстрее всего будет идиотом, потому что вероятность появления талантов и гениев очень мала. Но тем не менее, очень многие девушки, они, так сказать, пытаясь сделать с него гения, значит, они губят его окончательно. Вот там рассказано о том, как на самом деле развивается человеческий мозг, по каким законам, с какой скоростью, какие чувства созревают первыми, кто вторые и так далее. То есть это профилактика женского слабоумия, которая связана с восторгом от появления наследников. Это, к сожалению, глубокое заблуждение, которое часто кончается очень неприятно, как для самих мам, так для их потомков. Вот чтобы этого не было, написана книжка о законах развития детского мозга. Что с ним происходит и в какой последовательности. Хотите – губите, хотите – не губите. И там ещё описана такая и такая вещь, что очень важная, что наследуемость признаков, она маловероятна. Потому что я знаю, многие дамы, особенно при деньгах и особенно страдающие, так сказать, недостатком сознания, они покупают за бешеные деньги, например, сперму, теннисистов, футболистов, а иногда даже и учёных, в надежде на то, что у них появится не дурачок, ну, как обычно получается, а настоящий записной гений со справкой. Да, такое тоже есть. Не надо гоняться за этой спермой. Не поможет, потому что половина-то от мамы, там есть проблемы. А наследуемость таких вещей не очень хорошо. Ну, у нас есть позитивные примеры, там, Бахи, например. Ну, среди них опять только один был гений. Ну, в современной, на мой страхе, ну, да, дедушка был гениальным исполнителем, а вот сынок и внук уже как-то, ну, не очень. Большинство об этом даже и не знает. То есть, здесь и об этом рассказано. Значит, после этого для любителей происхождения человечества есть двухтомник, который называется «Возникновение мозга человека». Это новое издание в двух томах, поскольку оно посвящено, как возникли люди на этой планете. Потому что, если вы начнёте знакомиться с происхождением человека у слабоумных популяризаторов и блогеров, то вы там найдёте много неожиданных вещей. От рептилоидов и кончая неожиданными походами оголодавших в буйных тропических лесах наших предков в поля, но чтобы их издалека видели хищники, легко гонялись и съедали. Вот они, значит, от богатого леса пошли в саванну и стали там питаться корешками. Ну, в общем, слабоумие в антробологии имеет самые разнообразные проявления. Так что советую интересующимся почитать. Ну и книжка ключевая, посвящённая нашему индивидуальному мозгу, изменчивость и гениальность. Вот эта книжка, она существенная, потому что в ней находится фактически материал, включая там мозгов Ленина, Маяковского. Но самое главное не само изложение материала, а понимание. У нас уже умудрились опубликовать все закрытые публики. От этого понимания никакого нет. А что там смотреть-то в этих мозгах? В чём дело-то, в чём разница? Ни слова там об этом нет. Потому что даже когда ты публикуешь под своей фамилией чужую работу, что сейчас делается широко, то надо хотя бы понимать, чего ты воруешь. К сожалению, это у нас не практикуется. Поэтому в этой книжке изложены, собственно говоря, принципы различий организации мозга у разных людей. Ну и финал этого всего. Это вот современное, на сегодняшний день, это личный мозг, о котором я говорил. И он посвящён, собственно говоря, чему? А как вот молодой человек, например, ну условно молодой, который уже напрактиковался в сексуально-романтическом плане, уже там решил финансовые проблемы, позназовёл себе плодовитое потомство, которым, конечно, гордиться больше нечем особенно. Как он начинает задумываться вдруг, неожиданно, о том, что зачем он жил-то? Собственно, чем его жизнь-то заполнена? Едой, размножением, доминантностью? В общем, у всех животных так заполнено, даже у червей у многих. Позитивно вот что? Как он свои человеческие мозги применил? Вот некоторые, кто начинает задумываться об этом, они хотят получить понятные ответы. Вот поэтому эта книжка посвящена. В общем, как ты дожил до жизни такой? И следующий вопрос – что делать? Поэтому она начинается с главы «Раздача мозгов», где я объясняю, что произошло с вами, что привело к сегодняшнему концу, который заставил вас потратить деньги вот на эту книжку. Значит, потом есть там глава «Очеловечивание мозга». Вы могли стать человеком, а могли и не стать. Почему это? Дальше – непонимание себя, рассудок, инстинкты, свобода воли. Но это для любителей натур-философии, чтобы объяснить, что такое словоблудие, связанное с философом, связанное с свободой воли. Потом дальше – про границы общения, естественные формы, парадигмы мозга. Общая теория лжи завершает эту главу. Может быть, будет интересно, особенно отпетым врунам. Ну и последняя глава, четвёртая, посвящена отличиям человека разумного. Значит, и здесь несколько подглавок, в том числе такая борьба мозга с эволюцией. Потому что если вы не будете с ней бороться, у вас не то, что хвост отрастёт, и уши заволосятся. Дело будет ещё хуже. Самое страшное, что это всё произойдёт внутри вашей головы. Ну и дальше – про дифференцировку сознания. И самое завлекательное в конце – «Временная функция Бога». О чём в этой главе говорить не буду, прочтёте, она коротенькая, узнаете. А так предлагаю поискать эту книжку, потому что она появилась и на интернет-площадках, и уже и в книжных магазинах, насколько я знаю. Магазин «Москва» не сдавна издательства, значит, осчастливил закупкой. На этом, уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь. А сам я в циничной форме отмечу издание собственной книжки рюмочкой чилийского красненького венца. Очень полезно. Вечером в жаркую погоду. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok